здравствуй зритель на о nt пропаганда хотя нас этим словом пытаются задеть но мы продолжаем доказывать что пропаганда может быть разный и даже такой субъективной и лофтовой в ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшая неделя о самом главном но не только о нем меня зовут игорь тур это моя пропаганда начнем мы строили строили и наконец построили казалось бы именно так и можно говорить о союзном государстве беларуси и россии раз уж на неделе 28 союзных программ были обсуждены в кремле александром лукашенко и владимиром путиным а позже главы правительств эти самые программы их еще очень долго называли дорожными картами опубликовали в своем совместном заявлении но это лишь казалось бы интеграция это как линия горизонта к ней вроде как приближаешься но достичь ее все же проблематично но на неделе случилось действительно эпохальное событие в истории союзного государства которое мы должно оценим спустя время ведь одно дело стратегия а другое тактика и порой оценивая что-то сегодня действительно сложно понять что это даст завтра пока президенты движутся горизонту на уровне пониже на том на котором мы с вами идет обсуждение что же это будет за интеграция и зачем она всем нам нужно в принципе причем вот уже три года эти наши бытовые обсуждения шли без какой-либо конкретики метафизический и философский вроде как все за союз но в чем конкретно эта союзность если отбросить общие тезисы о равных условиях не совсем понятно особенно если не читать сами программы интеграции а верить только написанному из польши но уж точно не главное это дешевый роуминг о котором почему-то говорят очень много но звонить соседям все же предпочитают по интернету который и бесплатный и почти такой же союзный 28 программ интеграции не вызвали массовые дискуссии не шокировали не обрадовали не разочаровали не вызвали восторг у базового потребителя контента пока не вызвали пока интеграционный пакет не начал работать в комплексе а эта перспектива на долгие годы сегодня же обманчиво может кажется что это достаточно стандартные двусторонние документы которые подписываются на официальном уровне между минском и москвой уже два десятка лет похожие документы разве что не пакетом подписываются белоруссию и с другими странами те же самые два десятка лет и откровенно говоря абсолютному большинству людей на конкретно эти документы и тексты в них все равно если выдернуть из контекста одну программу и перенести ее в год скажем 2017 то очень сложно представить как может взорвать сознание общества гармонизация законодательства в таможенной сфере ну пусть себе гармонизирует нам то что граждане самостоятельно увлекайтесь настоящей политикой сегодня происходит именно она ведь если назвать это все сдачей суверенитета белоруссию и лично лукашенко то да в любых непонятных формулировках будет искаться и будет находиться эта самая сдача три года комментатором из числа и диванных экспертов и экспертов которых принято приглашать на телевидение ничего не мешало анализировать союзная программа одни вострагались скорым союзом нерушимых суверенных республик другие кричали о поглощении а самим программам сегодня исполнилось четыре дня с момента публикации а главный вектор этих программ упорно снова и снова повторяет и фразу суверенные интересы беларуси кто-то слышит кто-то нет но она была есть и будет равные права для субъектов хозяйствования наших стран беларуси россии те самые равные условия необходимости которых различные представители беларуси в том числе я как президент говорим на протяжении многих лет ну вот возьмем самые не метафизические программы из всех метафизических про единые рынки нефти газа и электроэнергии которые должны быть в союзном государстве если все пойдет по плану лишь концу 2023 года чем они хороши для беларуси тем что нефть и газ российские а электроэнергии которые у нас более чем достаточно достаточно не было бы без российской поддержки по строительству атомной станции до момента создания задокументированного общего и выгодного для минска единого рынка таким рынком был и пока еще есть переговоры лукашенко и путина давайте поиграем в ассоциации отбросьте все свои знания о событиях прошедшей недели и посмотрите фрагмент встречи двух лидеров в кремле любой беларус после просмотра этих кадров с практически стопроцентной гарантии скажет что после главный наверное снова договорился с кремлем о какой-то низкой цене то на нефть то на газ это уже в нашем коллективном сознании это уже многолетняя привычка а к хорошему привыкаешь быстро и нам ведь все равно как лукашенко договаривается почему ему идут на встречу и как проходят переговоры если главный в кремле то будет что-то хорошее альтернатива этому рыночная цена но слава богу рыночная цена в мире практически для всех кроме беларуси цена для беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года вот это всем нам понятно правда даже с учетом того что хотелось бы чтобы в союзном государстве цены были максимально союзными то есть такими как для смоленска главное опять договорился и сейчас сложный каламбур про союзная программа если александр лукашенко не договориться о том чтобы на дешевые энергоносители не пришлось каждый год снова договариваться то все эти союзные договоренности достигнуты лично лукашенко мы оценим лишь тогда когда тот кто не лукашенко договориться не сможет все ведь уловили правда ведь пока все не оформлено на бумаге сам лукашенко для нас и есть союзное государство а без него это просто россия мы показываем пример каким образом надо двигаться в евразес и в снг тем более то есть мы как бульдозер идем впереди расчищая дорогу для будущих мы надеемся объединений союзных объединений на постсоветском пространстве россия кстати союзном государстве заинтересована не меньше беларуси во всяком случае сейчас уж точно впереди у нашей соседки выборы в государственную думу и то о чем говорить вроде как не принято но это все же есть российской вертикали нужны сейчас сильные проекты чтобы рейтинг единой россии был максимально адекватный диалог с пожалуй единственным в мире надежным и постоянным партнером пусть и за 20 лет было всякое это лучшая политическая реклама тоже касается менее метафизических тем а политика в абсолюте и есть далекая для простого обывателя метафизика то москве экономически выгоден союз не намного меньше чем минску да по доле товароборота мы им уступаем ибо россия большая а беларусь большая но чуть поменьше но все же и наша техника и наши продукты питания и наша работа на западном направлении кремлю нужна то есть обеим сторонам что-то нужно что-то обе стороны могут предложить а дальше дело техники нюанс в том что делаете понимают не все ну что касается политики мы все только учимся правда а еще мы учимся разбираться что есть правда а что есть элементы гибридной информационной атаки раз уж этого не получилось сделать к президентским выборам давайте сделаем это хотя бы сейчас на неделе американский телеканал выдал репортаж в котором их американцев информатор подтвердил что к скандальной истории с группой вагнеровцев напрямую имела отношение американская разведка практически мгновенно это подтвердило фсб россии и кажется это как раз элемент того о чем главный говорил будет очень интересно если вдруг кто-то пропустил летом прошлого года перед выборами под минском задерживаются 33 участника чувака вагнера под 28 из них приходит запрос на экстрадицию от зеленского они дескать принимали участие в боевых действиях на донбассе но 14 августа уже после выборов всех вагнеровцев передают россии минск в этой истории оказался замешан вообще по касательной но по этой истории уже можно начинать писать сценарий голливудского фильма сценарий вроде начинала писать расследовательская группа bellingcat но как-то получается что финал где вашингтон опять спасает мир никак не выкручивается и этот сценарий ангажировано отложили а было по основной версии так украинские спецслужбы которые на самом деле американская разведка желают задержать тех кто воевал на донбассе и придумывают фейковую историю о предложении тем поработать в латинской америке на охране частного объекта лететь предлагается из минска через стамбул а дальше рабочий сценарий очень понравился бы роману протасевичу самолет из минска над территорией украины был бы взят под контроль истребителей и посажен в украинском аэропорту вагнеровцев задерживают самолет в турцию улетает уже без них опять же это основная версия но на правду это похоже все больше и опять же беларусь здесь ни при чем это разборки киева и москвы это ведь все понимают но в окружении зеленского находится тот кто и в пользу россии или в пользу вообще не имеющие отношения к конфликту беларуси замысел спецоперации раскрывает и задержанных вагнеровцев лукашенко от греха подальше передает обратно в россию главный кстати в тот момент оказался в политической патовой ситуации то что скандал будет было неминуемо вопрос был лишь в том какого размера будет скандал и с кем александр григорьевич вы ведь наверняка и в деталях знаете все о той спецоперации вы уж простите всех кто писал килобайты бреда про вагнеровцев их простите и нас все же сегодня пересматривая сюжеты годичной давности даже от государственных сми становится немножко неудобно и даже как-то чуточку смешно но зато на примере той ситуации и ее развития сегодня мы можем оценить что значит принятие быстрых и сложных решений за ограниченный период времени и решений от которых зависит слишком многое но нужно признать что работа американской разведки в истории с вагнеровцами была шедевральной для создания негативного имиджа главного в мировой прессе а это обязательный элемент той самой гибридной атаки как только вагнеровцы оказались на территории беларуси чтобы не сделал лукашенко это легко можно в медиаполе сильно перевернуть против него перед выборами отдал вагнеровцев украине раскручивается сценарий минск лишился поддержки кремля режим скоро падет отдал россии минск подставил киев и вообще прихвостень кремля режим скоро падет оставил вагнеровцев себе минск вообще не договора способен режим скоро падет пожалуй активная фаза давления на минск в предвыборный период и конкретно на лукашенко началась именно с той истории с вагнеровцами задача минимум поссорить минск и москву задача максимум поссорить минск со всеми это ведь гораздо сложнее чем цветочки и синяя попы кстати что касается поп и причин почему они стали синими мария колесникова получила 11 лет заключения за участие в попытке госпереворота а зрители наблюдавшие за процессом и приговором получили странную смесь эмоций от странного поведения колесниковой в клетке кажется что 11 лет приговор который не устроил совершенно всех саму колесникову устроил бы иной расклад августа 2020 там где передел власти доступ к финансам и если уж флейта то золотая инкрустированная бриллианты те кто продолжает поддерживать радикальные бунты и попытки госпереворота 11 лет не устроили потому что это якобы слишком жестко мол она же никого не убила и пока даже не ограбила за что так много неужели за всего лишь долбить 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 то же самое долбить и 11 лет за это не устроила и сторонников сохранения действующего курса государства им кажется что приговор мог бы быть и жестче чтобы остальным неповадно было как и в австрии где гражданку монику унгер за подстрекательство к мятежу и попытки подрыва государственного строя приговорили к 12 годам заключения на немецком долбить айн стемен но там это другое и 12 лет тюрьмы для унгер демократия одобрила а в диктатуре колесникова получила на год меньше будем считать что это подарок сейчас но как бы на день рождения на самом деле сколько будет сидеть колесникова сколько еще будут сидеть тихановский либо барика какой срок получит и получит ли протасевич как за решеткой окажутся тихановская латушка макар цепкала и прочее в глобальном разрезе это совершенно не важно первым быть всегда сложно и я сейчас не о том что главный еще и первый события августа прошлого года можно называть как угодно и какими угодно красивыми словами но фактически это была попытка государственного переворота первое серьезное в суверенной беларуси правда всем им беглым сейчас уже и европейские сми задают вопросы что же вы наделали попытка революции привела к революции в интеграции а это точно не то что было заказано запада и беглое сейчас как дети которые с восторгом зажгли спичку а сейчас удивляются что сгорел их демократический сарай который мешал созерцать великолепие диктаторского дворца что до приговоров то законы всегда чуть опаздывают за прогрессом сначала появляется что-то новое затем появляется необходимость регуляции этого нового но первые прецеденты это всегда вызывает споры и дискуссии в обществе государство свою позицию на перспективу сейчас показывает предельно четко за повторение попыток государственного переворота наказание будет жестким организаторы будут получать от 10 лет и выше их помощники по пару лет минимум кто просто вышел за хлебом и случайно начитавших чего-то в телеграм-каналах бросил сотрудника омона цветочек или целую бетонную тумбу цветочков или даже тот самый хлеб получит минимум 15 суток все нюансы четче в законах будут прописаны и уже прописываются и ситуация с августовскими бунтами очень напоминает еще один прецедент который имел место в нашей суверенной истории который тоже бурно обсуждался и в котором пионеры шли в качестве юридических подопытных кроликов речь о спайсах синтетическом наркотике убившим тысячи детей подростков и взрослых на территории снг их опасность была в том что химическая формула спайса постоянно менялась и юридически это чуть ли не каждый раз было новое вещество то что уже было запрещено в белорусских законах где-то в подвалах немного менялась и вот уже точно такой же опасный смертельный наркотик в юридическом понимании оказывался в серой зоне то есть все в принципе понимают что это наркотик но чисто теоретически доказать что именно это вещество по законам на территории беларуси не запрещено было можно на раз так то дети и подростки добро пожаловать в мир удовольствий сносящих крышу вплоть до окончательной потери рассудка и жизни и первые жертвы его распространения те самые закладчики за которых потом и сейчас пытаются заступаться матери сестры и демократическое общество последняя правда делают это совершенно других целях были пионерами формирования системы защищающие общество от спайсовых смертей за даже одну закладку те же самые молодые белорусы получали колоссальные сроки аномальные фантастические с точки зрения базового права если этот факт выдернуть из контекста общей ситуации туда возможно это был перебор но выдергивать из контекста практика порочная ведь большие сроки для пионеров закладчиков привели к тому что спайс вещество самой высокой вероятностью мгновенной и не прогнозируемой смертью от употребления стал вызывать страх к нему реально стали бояться даже притронуться что для распространения что для употребления и тысяч смертей в беларуси не случилось в долгой перспективе жесткие меры сегодня есть искренняя забота на будущее скажу так как есть а зритель пусть оценит на свое усмотрение пытаться играть приоритетно по закону которые не успевают за опасным явлением это странно приоритетом должна быть логика здравый смысл и интересы общества а законы да можно и поменять сроки для тех кто пытался перевернуть тумбу омоновца автобус целую страну или реальность в телеграм-каналах будут большими потому что они пионеры это прецедент чтобы остальным следующим неповадно было чтобы как спайсы было страшно взять в руки телефон и написать гадость или угрозу чтобы до жути было страшно пойти на стычки с милицией чтобы до дрожи в коленях было страшно пытаться найти или самостоятельно сделать взрывное устройство неважно для чего для новой белоруссии или просто ради анархии это что государство жестко как в истории со спайсами поставит на место пионеров наведя рациональные важны для суверенитета страх на последователей стало понятно вот в этот день и то что я давно хотел сказать главному александр григорьевич мы ведь на вашем примере изучаем что значит быть ответственным за миллионы людей но возможно мы мало говорим о следующем любое решение любого руководителя всегда будет неудобно какой-то части коллектива вот нас сейчас в студии четверо и 25 процентам этого коллектива неудобно работать воскресенье но фишка в том что абсолютному большинству комфортно именно так но эти 25 процентов коллектива сейчас руководителя то есть меня критикуют другое дело что 25 процентов моего коллектива это один человек а 25 процентов от страны это полтора миллиона человек и президент это человек любое решение которого со старта априори по определению будет критиковаться колоссальным количеством людей я думаю всем нам нужно это помнить и учитывать не все понимают и то для чего беларусь собирается закупить с 400 самолеты и другую военную технику а пока мы не понимаем и читаем всякую чушь про санкции скорой забастовки и прочие фантазии польша вооружилась не в самой даже польша дело хотя это и страна с уж точно не меньшими чем у россии историческими имперскими замашками вспоминаем речь посполитую польша как мона страна выбрана нато а читай сша как наконечник атаки на восток а по военной доктрине лучшая защита это демонстрация своей мощи с намеком на то что после обороны обязательно начнется и контрнаступление главный накануне лично проинспектировал ход учений запад 2021 уже лукашенко отмечал что по договоренности с путиным именно наш главнокомандующий будет отдавать приказы всем союзным войскам на территории беларуси пока строго во время учения там как пойдет после маневров александр лукашенко будучи лично очень близко к государственной границе страждущих конфликта стран заявил следующее талибы контролируют территорию пути не спрашивает а что лукашенко беларусь не контролирует молчание то есть они уже заходят извините меня как псы побитые притом в мелочах в мелочах они лезут во что только по спорту по культуре по всем направлениям спорт культура к умеет их этому отношения начинают давить наших ребят ни за что вышел басков с флагом за президента а ты враг мы тебя требуем исключить там из федерации и так далее мерзавцы мелкотравчатые мелочные что же касается маневров а мы помним из сериала бригада что они главное то главный кажется хоть и был сосредоточен но доволен вот в пятницу доволен был я как и все зрители конкурса мисс беларусь а также мои коллеги по унт организовавшая это шоу первой красавицей страны стала 18-летняя минчанка дарья гончаревич мы от души и и поздравляем а также поздравляем сами себя за прекрасно организованный конкурс уровень которого по моим ощущениям понравился главному это было ярко и всем нам не стоит жить одной лишь политикой вокруг слишком много прекрасного чтобы осознанно этого не замечать я сейчас и про девушек и в целом про страну прекрасного будет много и на этой неделе правда и политики будет в избытке а значит будет и пропаганда вопрос лишь в том что пропагандировать меня зовут игорь тур это была моя пропаганда увидимся через неделю игорь